Всем привет, меня зовут Иван Синяев, я коммерческий директор агентства ТОПТРАФИК и хотел бы рассказать о том, что сейчас происходит с рынком мобайл-маркетинга и как, например, ТОПТРАФИК как агентство мобайл-маркетинга в 2015 году прошло через определенный кризисный рубеж. Мы специализируемся на мобайле в течение уже, наверное, двух лет. До этого занимались вебом и сейчас им продолжаем заниматься. И в начале 2015 года очень резко изменился рынок, стало меньше стартапов и в мобайле в том числе проблемы стали с инвестициями под проекты, которые хотят развиваться на российском рынке. Но при этом активно росла игровая индустрия, в том числе многие китайские разработчики выходили на российский рынок, заваливая просто все, по сути, деньгами в маркете. Мы быстро приняли решение взять молодого китайца, который живет в России, но при этом сам гражданин Китайской Республики. Обучили его, тем самым он очень быстро завязался с крупными разработчиками игр Китая, таких как Alex, таких как Tap for Fun, Radium Games. За счет этого у нас в мобайле появилась некая новая прослойка клиентов, с которыми мы раньше не работали, хотя весь рынок в основном работал с игровиками, потому что там довольно-таки много было денег именно на маркете. После чего мы активно стали поднимать и развивать нашу партнерскую сеть. И сейчас наша партнерская сеть за год выросла в 3-4 раза, в том числе и по деньгам. Что же касается 2016 года и тенденций на российском рынке, немного расстраивает то, что монополизация Mail.ru как источника привлечения аудитории только растет и не появляется каких-то конкурентных источников. У нас нет ни одной иной сети крупной российской, которую можно было бы использовать для привлечения также аудитории в приложение. Поэтому приходится общаться, подключать международные инопсети, договариваться об определенных условиях и все прям выбивать личными усилиями. Что касается контекста, очень хотелось бы всему рынку, чтобы Яндекс.Директ наконец выкатил удобный инструмент именно по маркетингу мобильных приложений. И надеюсь, что IT в нашей отрасли, вообще IT в России сильная и мы вернемся до докризисный период в мобайле с точки зрения разработки, маркетинга, что появятся новые интересные проекты, российские стартапы, которые будут ориентированы на российский рынок, а не только игровики, которые на Россию и на весь мир позиционируются. Спасибо.